Всем привет! В эфире канал Туркиш Библик. Меня зовут Елена и сегодня видео опять из Москвы, но я уже улетаю в Анталию. Это видео из аэропорта Шереметьево. Сюда я приехала на аэроэкспрессе. Я, в принципе, уже три года не летала из Шереметьево, мы все время вылетали из Внуково и Туркиш Аэрландс. Поэтому для меня есть сравнение, хотя раньше мы всегда пользовались аэропортом, поэтому мне есть что сравнить и могу рассказать разницу и в обслуживании, и в том, как сюда добраться. Да, аэроход Шереметьево, ну, даже в зимнее время переполненный, шумный. Добирались сюда, вот мы все, аэроэкспрессом, потому что ехать в пробки сюда застрянешь таким транспортом. Вылет у меня из терминала Е. Вот это было удивительно, потому что мне всегда казалось, что аэроход с терминала Д всегда вылетает. Я пролетела в терминал Д, очень внимательно смотрю билеты, куда купила, ну, вылет из терминала Е. Ну, зато ближе всего идти, потому что, да, еще надо было далеко топать. Вот потихонечку едет аэроэкспресс, отправляется с белорусского вокзала, едет в Шереметьево. Едет 50 минут. Стоимость билета 500 рублей, независимо, купишь в интернете или у них в кассе. Здание вокзала. Он двухэтажный. Можно сказать, Москва пока. Еду я на втором этаже аэроэкспресса. Бежали мы быстренько на досмотр. А вот зона досмотра. Ходовый аэропорт. Очередь. Ага, вот мой самолет в Анталию. Уже идет регистрация. Я пойду на стойки туда. Да, вот стойки 100-115. Все это аэрофлот. И одна такая длинная очередь, видимо, на все разные рейсы одновременно. Вот сколько я времени простояла вот в этой большой очереди. 20 минут. Багажа у меня нет. Я лечусь с рюкзачком, с ручной кладью, поэтому мой билет такой дешевый. Место я не смогла занять, потому что заранее эта услуга оказалась в аэрофлоте Плаш. 310 рублей просили на сайте. 350 рублей, если вот сейчас бы выбирала себе место. Ну, ладно, что досталось, то досталось. Захвожу я в зеленый коридор и вперед. Ну, очередь, как обычно, длинная очередь в Шереметьевне, независимо от терминала. Ну, а эта длинная очередь у нас в пункт досмотра. Эта зона досмотра – это место, где всех раздевают, вплоть до обуви. Огромная очередь и, конечно же, не хватало вот этих контейнеров. Пришлось их тоже ждать. Сейчас я тоже раздеваюсь. Вот моя кучка вещей, еще и в сульки посмотрели. Но там ничего интересного не было, кроме селфи-палки. Вот, пришлось снять сапоги, потому что они на каблуках. Мой выход наверх. Ну, вообще, все там интересное тоже наверху находится. Но здесь есть у нас дьюти-фри. Я тут кое-что обещала купить в дьюти-фри. Именно в России. Сейчас захожу. Кстати, продавщица здесь работает в масках. Аэропорт шумный, людей много. Как сильно отличается от аэропорта Анталии, вот скажите. Москва, пересадочный пункт большой, но очень много людей ходит здесь в масках. Начинают протовцов и много-много пассажиров. Тут еще место где-нибудь присесть. Я уже даже прошла свой выход. И нигде нет ни одного свободного местечка. А вот тут буйный пассажир. Вылет у него в Дублин, и что-то у него там не срослось. Даже он вызвали полицию. Он ругается громко на английском, нехорошими словами. Я даже человек, не знающий английского, и то понимаю, что он громко-громко ругается. Что-то у него там не в порядке. Так вот из-за него, получается, задерживают и нас, потому что это наш выход. Ну и пока я жду нашего выхода на посадку. Немножко могу порассуждать разницу между аэроплотом и Turkish Airlines. Что мне больше нравится, больше впечатления. Ну, конечно, по вылету из Анталии не отличалось вообще ничем. Что одна биокомпания, что другая. И оба они вылетали у нас из Анталии один. Ну, это может быть из-за того, что зима. Но по вылету из Москвы, я вам скажу, из Внукова вылетать гораздо быстрее, проще даже летом. Там нет такого переполненного аэропорта. Именно из Внукова. Тут только Шерландский перелетает. Я даже рада, что они перешли. Я помню, они когда-то из терминала F из Шереметьево летели. А вот здесь аэрофлот летит у нас из Шереметьево. То, что я посмотрела в билете, оказалось, вылет из терминала Е. Прилетели мы в ДЭМ. Пока прошли все досмотры, пока все перетрясли все вещи, документы и прочее. Нет, я ничего не имею против этих досмотров. Все должно быть четко, хорошо. Но если бы было больше сотрудников, то, как обычно, не работали все окошечки. Ладно, тут мест для сидения тоже очень мало. Мне удалось присесть. Спасибо, тут пододвинулись. Ну, это как бы тоже все технически насчет самолета самого. Ну, кормят там и там. В принципе, кормят нормально. В аэрофлоте тоже съедобно. Не жалуюсь. И теперь в аэрофлоте тоже имеются металлические приборы и посуда нормальные. Так же, как в Turkish Airlines, раньше это все только у них. А вот самолеты. Сейчас посмотрим, какой это будет самолет. В Turkish нам все время достаются самолеты с экранами. Здесь телевизоры там есть. Можно фильм посмотреть. Я всегда какой-нибудь интересный фильм из новинок смотрю. И стараюсь побежу по времени, чтобы успеть за эти три часа посмотреть этот фильм. Здесь не было экранов. Поглядим, что будет. Детишки мои тоже очень любят, что они там в какие-то игры играют. То есть даже ночью у нас никто не спит. Все развлекаются. Там постоянно ходят, разносят еду, попить. Кстати, именно в Turkish Airlines разносят слабоалкогольные напитки. Без проблемно можно взять пиво. В аэрофлоте этого нет, конечно. Купить можно. Купить у них можно за деньги. Я видела, когда я летела сюда, там молодой человек покупался в Амстердам. Не видела, сколько он, но расплачивался именно долларами. Не видела, сколько это стоило ему. Ну, в общем, Китай-то авиакомпания. Нормально мне нравится. Раньше мы аэрофлотом всегда летали. Единственное, в аэрофлоте есть дешевые билеты без багажа. За багаж потом можно доплатить отдельно. Можно не доплачивать, как я лечу с одним кусочком. В Turkish Airlines такого нет. А вот на лето цены у них примерно одинаковые. Какое преимущество, тогда вы скажете, у Turkish. Скажу. У аэрофлота багаж только одно место 23 килограмма. А у Turkish Airlines просто 30 килограмм. У вас может быть три места в общей сумме на 30 килограмм. Может, еще как. Причем, можно... Они даже, если вы летите несколько человек вместе, они ваш багаж суммируют. Это мы проверили точно. У нас было много чемоданов, сумок, когда мы летели все вместе в прошлом мае. И у нас просто чисто суммировали, сколько мы могли провести. То есть, именно по багажу они выигрывают. Это однозначно. Ну, и потом ручная кладь тоже у них 8 килограмм, а аэрофлота 7 килограмм. И я не скажу, чтобы они вручную кладь взвешивали. Не взвешивают. Кстати, и не там, и не там, и не взвесили. Посмотрели на мой размер рюкзака. А в Turkish и даже и чемоданы наши не взвешивали, которые мы брали как ручную кладь. В общем, смотреть надо и ту, и ту авиакомпанию и выбирать, что дешевле им не подходит в данный момент. Я не сравниваю с другими более дешевыми авиакомпаниями. Все-таки это разный класс обслуживания. Все-таки это разные самолеты. Самолеты более комфортные. Достаточно свободное место даже в экономе сидеть. И обслуживает персонал лучше, мне кажется, все-таки. И багаж никто так не досматривает. Не взвешивают, не роются в сумке, что у тебя есть. То есть каждый выбирается по себе. Вот между Turkish и Аэрофлотом я голосую все-таки за Turkish и Аэрофлотом. Но если вот такой срочный быстрый вылет, как вот был у меня, видите, что я выбрала. Так что выбор остается за вами, ну и в принципе за нами тоже. Мы ждем, когда же объявят нашу посадку. Там вот этого пассажира, кстати, забрали. Приходила полиция, какой-то протокол на него составили. И он ушел. Вот жалкий человек, иностранец застрял в Москве. Для выхода всего автобуса открыли только одну дверь. И вон как далеко наш самолет. Вот это да! Идем по полю, дует ветер. Мое первое впечатление, что людей гораздо больше, чем то, что летело из Анталии в Москву. Да, даже в бизнес-классе много народу. Дело. Есть. Цент. Ага, вот мое место. Ой, классно даже не досталось. Ну вот мы все наконец-то разместились в самолете. Уже мы чуть-чуть опаздываем. Приехала два автобуса с людьми. Вот это мое место. Можно сказать, место по пушеви комфортности в эконом-классе. А это там вот бизнес-класс. Им уже и попить приносили по два раза. Ну, а мы вот ждем. Самолет, кстати, полный. Пока сидим. А мне вот досталось такое место. Я бы, наверное, никогда не смогла на него зарегистрироваться, потому что за него надо тоже доплачивать. Ну вот, приехала в аэропорт, и мне такое дали. Наш вылет задерживает, но вот деткам раздают подарки. Ну, хоть им не так обидно. А нам задержали уже на 20 минут. Не знаю, вот поедем. Пассаж4х. Пассаж4х где-то. Пассаж4х. Пассаж4х. Пассаж4хg. Мы взлетели за 25 секунд. Там вот делают кроватку для маленького четырехмесячного ребенка. Вот такую люфту прикрепили. Сделали ему кроватку, на разовое пистельное белье дожидали. Как здорово. Вот для чего дают места с малышами именно впереди. Нам раздали ознакомиться, как у нас будет меню. У нас мужик. Ну и я, конечно, выпил говядину. Дезерт тульский пряник. Посмотрим. Здесь соки. Единственное, что неудобно это место, тем, что у меня нет стулька. То есть его надо просто откидывать в белье. А постоянно его нет. Самолет полный. Судя по всему, это все летят отдыхать в Анталию. А в бизнес-классе уже еду раздают. А чтобы мы его не видели, огородили шторками эконом. А вот где мой столик. Сейчас я его найду. Столик явно маловат. Принесли ужин. Преимущество сидеть на первом месте получили самыми первыми. Так, я взяла с говядиной. Сейчас узнаем, что такое. Обещанный тульский пряник. А вот там салат. И к нему дали соус. Сейчас все попробуем. И металлические приборы. Моего соседа с курицей. А сейчас увидим, что у меня с говядиной. Вот что я получила. Это бы соус в дыбу. А у меня салатик с красной рыбой. А вот говядина тушеная. С гречкой. Я и сюда летела. Тоже брала говядину. Совсем было другое блюдо. И другой был салатик. То есть, меню у аэрофлота постоянно меняется. Сумолёт у нас полный. Еще могу сказать. Большой привет. Женщине, которая летит немножко позади. Она подошла и сказала, мы ваши подписчики. Я вас узнала. Спрашивает о проблеме. Удалось ли мне решить проблему со Смербанком. Я рассказала, как есть. Что вот. Сдала документы. Жду в ответ от Смербанка. Почему я не могу сразу подать в полицию и написать заявление. Потому что там одна большая сумма. Которая у меня списана в Сеймос. Как у меня пришла. У меня ее нет в остатке карты. А в выписке банка. И в онлайн Смербанке она не проходит. То есть, ее с меня списали. Она висит в состоянии в обработке. И вот эту обработку они никак отменить не могут. Хотя я это требую. Я говорю, что я это не делаю. То есть, это даже за отделением Смербанка. За мужчиной. С вами туда-куда-то вышестоящий. Они говорят, мы тоже отменить не можем. Мы не знаем, кто это может отменить. Типа, ждите. Я об этом написала в заявлении. И Сбербанк видит эту платежку. Они сами мне написали. В своем выпуске этого нет. Они просто мне показали, что она есть. Списана. По этой причине я не смогла обратиться и в полицию написать заявление. Какие документы я могу предоставить. Получается, что они виртуально с меня списаны. Документального подтверждения их нет. Вот такая ситуация. Что теперь? Я надеюсь, что хотя бы вот эта большая сумма не вернется как-то уже быстрее. И все остальные маленькие там они были списаны. Вот. Ну, полет нашим продолжается. Все нормально. Очень жарко в самолете. Как вот я летела сюда. Было прохладно. Я накрывалась билетом. Так тебе жалко. Все разделись. Может, потому что людей много. Может, просто так хорошо греют. Летим в тепло. И нас уже заранее подготавливают. Очень жарко здесь. В принципе, все отлично. Скоро подемлюся. Тогда я с вами продолжу рассказывать про аэропорт. И как меня встретили. Все, мы приземлились. Все благополучно. Самое удивительное, что вылетели на 35 минут позже, но прилетели вовремя. Удивительно. Самолет умеет нагонять лук в воздухе. Вот, никого нет. Нам так рады. Столько окошечка работает. Очень быстренько пройдя паспортный контроль. Нет, оказывается, мы не единственные. Вот, еще был самолет перед нами. Очень много спортсменов прилетело в форме. Сразу здесь выдают багаж. И на улицу. Да ладно, тележки бесплатные. Неужели? А летом просели деньги за эти тележки. Маленькие дидюфли. Из Копенгагена народ прилетел. А тут прямо у выпада находится Рент-Акад. Можно сразу машину в аренду взять. Ура! Анталия. Добро пожаловать в Анталию. Ну, а кто прилетает? Какой-то туристической компании. Прямо подходите, находите свою. И вас посадит ваш автобус. А я пошла ждать своего мужа. Сейчас он приедет на машине. А вот есть автобус номер 400. Вот он едет через Кони-Алты в Суар-Эсу. Сейчас остановится. Видите, в 12 ночи еще ездят автобусы. Ну, вот уже я еду в машине. Я уже не одна. Меня, слава богу, везут домой. Я так рада, что я вернулась домой. Я думаю, по мне тоже скучали. А как я по ним скучала. Вот за эти три дня было столько всего. Я много где была. Я много что видела. Но вы смотрели те видео. Конечно, поездка была не самая радостная. Ну, какая была. Спасибо, что следили за нашей жизнью. Мы теперь уже будем снимать по Анталии. Рассказывать опять про Анталию. Опять мы станем видами по Анталии. Подписывайтесь на наш канал. Мы будем много чего интересного рассказывать. Также есть у нас инстаграм. Я очень рада. Правда, вам серьезно говорят. Так рада, что я еду домой. Всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok